Доброе утро! У нас сейчас утро. Мне хотелось бы рассказать немножечко про маневренное жилье, в котором мы сейчас живем. После пожара нам администрация выделила маневренное жилье со всеми условиями проживания. То есть свет, газ, горячая вода, отопление, мебель, спальные места. Вот. Давайте посмотрим. Начнем с того, что мы живем сейчас на четвертом этаже. А вот это вот я, такая маленькая и миниатюрная. Привет! Здесь коридор. Здесь установлен домофон. Тоже очень хорошо. Полочка. Большой-большой. Такое вот большое зеркало, шкаф-зеркало. Дальше. Здесь такие две гардеробные. С большими отделениями под вещи. Там они, правда, уже забитые. Ну, вот. Ладно. Здесь коридор, ведущий на кухню. Здесь немножко обуви отклеиваются. Ну, поправим. Это поправимо. Пойдемте вот сюда вот. В такую комнату. Комната благоустроенная. Красота. Дальше. Выключаем свет. Экономим. Ванная. Это у нас вещи пока лежат. Я некоторые вещи стираю, а некоторые вот, как сказать, пока лежат еще. Ванная, раковина. То есть удобство есть. Из ванны и по коридору идет кухня. Кухня тоже благоустроенная. Здесь вот, как можно видеть, колонка. Вода горячая, холодная получается. Газовая плита рабочая. Правда, я не знаю, не включала духовку. Ну, думаю, она, наверное, тоже работает. Микроволновка. Микроволновку эту нам уже дали. Ну, стол, табуреточки, шкаф, холодильник. Вот. И пойдемте по комнатам прогуляемся. Ага. Вошла я в комнату. И тут опять ты. Да? Опять ты. Вот люди добрые дали. Подарили стиральную машинку. Мы ее будем тоже устанавливать. Здесь в детской комнате два спальных места. Шкафы. Вот. Это компьютер уже наш. Вот. Единственный компьютер, который работает. Есть балкон, что тоже очень удобно вешать белье. Вот наша техника. Роман хочет попробовать запустить компьютер. Ну, сначала, точнее, его оттереть. Ну, да. Накочит. Да. Прямо жаждет. Ну, может, он работает. У тебя внутри он, вон, весь. Ну, по крайней мере, питание на блок. Питание я подавал. Оно работало. Ну, вот. Давай попробуем. А это тоже плюс, что я, слава богу, не сгорела. Да. Потому что, ну, сейчас как-то не дешевые вещи. Ну, за две недели они, наверное, высохли. Да? Наверное. Вот с антисептиком гарь, кстати, если кому... Тьфу, не дай бог, конечно, кому не понадобилось. Ну, вот гарь, кстати, оттирает. Да. Хорошо, прям, вон, какой нагар. Капец, копоть, а не гарь. Ну, копоть, да, наверное. Ну, закопчевый. Ну, ладно. Оттирай. Чуть позже включусь. О! Появился. Ура! Ой, моя оборотная. Работает. Ну, значит, будет работать. А куда он денется-то? А жди, май пока я. Он даже не копченый практически. Ну, блин, пролитый был. Ну, просто начинка у этого компа дорогущая. Да уж, жалко. Там видеокарта стоит, как целый системник. Ну, потому что были деньги, мы и врали, какая разница. Расскажи, когда ты сегодня заходил на участок, что-то там увидел. Я там увидел. Что люди там потерли. Люди растащили холодильник, который не работает. Кстати, привет, если они это увидят, они по-любому это будут смотреть. Колеса там кривые, но я боюсь, резина может стрельнуть, могут куда-нибудь уехать. Не туда. Так что там опасно на ней ехать. Так что вот. Фу. Так запах что? Не выветрился, не шишет. Так он и не выветрится. Теперь, да, надолго что-то. Надо пропылесосить. Попробуй. Так что холодильник сперли. И колеса сперли. Вот так. Мародерки. Да колеса-то кривые, блин. Рога, что ли. Они просто подумали, что ага, кованые диски. А они после, блин, поездки по нашим дорогам, бам, и кривые, да. Опа-на. Что они делают? Не знаю, что они будут делать. Там резины-то прелые после пожара. Ты очень хочешь надеяться, что все получится? Естественно. Я тоже. Ну как цыгане. Зато должно работать. Ну и что? Это несмотря на все беды, у меня еще какой-то позитив сохраняется. Я в шоке над собой. Вот ни одной слезы не проронил. Ну жалко мне. В душе тянет, конечно. Ты куда-то иди. В себе-то долго не убежишь. Ну точно. Это не повод руки опускать. Не, нам нельзя. Уфу. Гори, гори. Собарка пришла кому-то помогать. Ну. Только выстреляется. А что, свет магнул? Ага, свет магнул. Ух ты. Ух ты. USB работает. Ну пока не знаю, что сказать. Что, карачун в видеокарте? Не знаю. Походу нет. Или что? Ну он долго стоил, я не знаю. Ну на нем кнопка снизу горит. Да кнопка-то горит, она понятна. Ведюха-то не шумит. Не шумит? Не знаю. Что-то шумит. У тебя что-то экран черный. Ну все, значит в ремонт. Да погоди, с вами ремонт. Что-то не так. Не знаю. Рожди, мой ключик. Удивляется, что не так. Его полностью пролили, а ты удивляешься, что не так. Нет, я в том плане, может, рожди, мой ключик. Получается, большой компьютер, взрослый, самый такой состоятельный, не работает. Может, там пусть яская причина, диагностика нужна. Компьютер ребенка запустился и вроде как работает. Сейчас проверю. Посмотрим. Второй компьютер Саши загружается, но вот на этом все. Больше никак. Так, ему диагностика, видимо, тоже нужна. Вот, так что вот. Кто там у тебя? Ой! Боня! А что ты делала? Эй, попалась? Боня! Мне на тетрадочке тут Бонни надо. Боня! Привет! Привет! Ты спряталась? Вот моя тетрадь, которую мы когда с девочками в салоне, я нечаянно уманила. Батюшки, ребятеночек, ребятеночек! Ребятеночек! Боня! Боня! Ребятеночек! Придет серенький волчок и укусит жукучок за бубок. Ты что ее на руках наносишь? Да потому что она была здесь не хотела. Это я кровать буду делать. Сейчас она только мешалась. Вот она. Да? Это вот тоже забыла сказать. Вставлю. Эта кровать нам тоже подарили. Вставлю ролик, как ее собирали. Боня, конечно же, помогала. Сейчас она помогает растаскивать носки. Всячески пытается помочь поднять настроение. Как вот с тобой, с собакой, не заскучаешь? Все носки перепрятала. Да? Все носки перепрятала? Где носки? Нету? Нету. Закопала, да? А Оля придет и будет спать в носках, да? Да. Покопай-ка, покопай. Вот. Ну, тут одеялки нам дали, ковер уже на будущее жилье. Вот. Смотрите, какой советский торшер. Ну, пойдемте. Пойдемте в зал. Идем. Пылесос. Это мы взяли у Ромины мамы. Вот. Здесь стенка. Тоже очень удобно. Сразу вещи все положили в стенку. Ой, господи, ты теперь еще и что-то носишь. Маску? Боня, тебе не стыдно? А? Маску? Куда тебе ее одевать-то? Маску-то эту. А? Маску-то куда будешь одевать? Саша немножко заболел. Сопли. И кашель. Ого, все-все, понеслась. Не, ей в квартире вообще никак. Потому что это, оказывается, чертик еще тот. Если на огороде она вся такая вот бегала и прыгала. А здесь она сходит с ума. Ну, так вот. Здесь спальное место для взрослых. Мне понравились вот эти контейнеры, которые... Боня, не надо меня сбивать с ног. В которых можно положить все. Вот. Я сейчас чуть подальше покажу. Посуда. Тоже люди добрые дали. Вот на этой стороне два кресла, стол и место, где можно делать уроки. Телевизор. Это наш. Приставка. Это тоже наша. Ребенку подарили на Новый год приставку. То есть, буквально чуть-чуть он в нее поиграл. Очень сильно расстроился, что она не работает. А, оказывается, она просохла и работает. И также телевизор. Телевизор, правда, рамка треснула. Вот. Но пока работает. Вот. Значит, и два кресла. Место рабочее. Вот видите, вот эти контейнеры. Очень удобно. Вот. Так и что дальше по поводу этих контейнеров? Вот. Когда при переезде, очень удобно. Они в светофоре стоят, если не соврать, по-моему, 200 чем-то рублей. Вот. Очень удобно. И ты уже сразу видишь, что у тебя, например, вот в этом ящике, у тебя полотенчики. Вот. У нас осталось несколько ящиков еще. Вот. Тоже будем складывать. Ну вот. Приставочка такая вот подкопченная. Обновилась немножечко. Взяли мы ее в кредит. Хорошо, что не сгорело. Потому что котел у нас был в кредите. И это не кредитный случай, не страховой. Пришлось за котел вносить полную стоимость. Вот. Телевизор. Не знаю. Что-то как-то не показывает. Освещение очень плохое. Он телевизор. Телевизор. Лопнула рамка. Так что вот. Пока ребенок на больничном, мы ему немножечко разрешили поиграть. Ну, правильно, что еще делать? Телевизора нету. Телевизионные антенны. И подключать сюда, ну, на два месяца тоже, наверное, смысла нету. И еще одна секундочка вашего внимания. Вы спрашивали, далеко ли от нас находится наш участок. Нет, недалеко. Вот это вид с кухни. А вон там... Сейчас приближу. Это вот, смотрите, значит, вот этот двухэтажный дом. Потом следом там еще двухэтажный. Потом вот такая вот заснеженная крыша. И дальше наша вот разрушенная крыша. Я попробую выделить чем-нибудь на видео. Вот тут наш дом. Наш участок. Вот так немножко бегло я показала в квартире, в которой мы живем. Это маневренные. И из нее мы будем переезжать, когда отремонтируется муниципальная квартира. Трехкомнатная. Сейчас там делают смету. Что и чего и как. Просто там голые стены и плита. То есть ни санузла, ни раковин, ничего нет. Составится смета. Дальше будет производиться ремонт. Когда сделается там ремонт, мы уже туда поедем. Сейчас мы встали на очередь на муниципальное жилье. И когда там произведется ремонт, мы туда уже поедем. А планы на будущее, конечно же, это землю мы оставим себе. Продавать ее не будем. Ни за что, ни за что, ни за что. Дальше будем по мере своей возможности стараться на участки приводить порядок. Старый дом убирать. И копить деньги на новый дом, возможно, через 10 лет, а может и через 20. Мы будем уже жить в своем доме, о котором мы так долго мечтали. Ну вот на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Всего хорошего вам. От чистого сердца желаю вам добра. И пусть будет у вас все хорошо. Пока-пока.